Да, конечно, мы заметили повышение книг. У меня трое детей, и мы постоянно покупаем детскую литературу, либо учебные пособия детям. Полгода назад, наверное, книги мы брали на 100-150 рублей дешевле. Да, нет, наверное. А какую литературу читаете? Ну, я в основном стихи люблю. Нет, я читаю электронные книги, поэтому мне это не понять. А что любите читать? Ну, перечитываю классику, читаю фантастику. Несмотря на подорожание литературы, на рынке все равно появляются новые авторы. Познакомить молодежь с книжными новинками, созданием и продвижением произведений в Оренбург приехали популярные писатели и поэты. Это совместный просветительский проект Российского общества знания и крупного издательства. В рамках встречи прошли лекции и дискуссии о современной литературе. Мы хотим, чтобы литература имела время. Задача наша общая – и писатели, и дети культуры, а нет понятия на новую роль. Мне кажется, книжный шкаф – это выставка достижений не народного хозяйства, а двойные нежности и продушины. По информации Российской книжной палаты, за первое полугодие текущего года среди авторов лидирует Стивен Кинг. Общий тираж его книг перевалил за миллион экземпляров. На втором месте среди писателей – Федор Достоевский. На третьем – Агата Кристи. На встрече же с оренбургской молодежью писатели рекомендовали для прочтения своих коллег. Рекомендую читать «Веру Павлову». Сильно прозвучал Мельников. Это поэт, который пишет про военные истории, про свое внутреннее какое-то состояние. Это Веркин. Это, наверное, интересный писатель Нина Дашевская. И Дарья Вилькин. Если из «Современников», то последнее, что я читал – это мемуары Евгения Гришковца. Театр «Отчаяние», «Отчаяний театр». Всем советую почитать. Очень хорошие два тома. Прямо читается на одном дыхании. Мне очень нравится Лермонтов и его произведение «Герои нашего времени». На открытой лекции автор подростковых книг Елена Усачева презентовала свое творчество. И поделилась советами с молодыми писателями. Надо читать, 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 набирать определенный бэкграунд. И только наполнившись словами, можно создавать свое. Надо всегда писать то, о чем ты знаешь. Не надо выдумывать велосипед, писать о неземных страстях, если сам эту страсть не пережил. И, конечно же, начиная любое дело, надо его всегда заканчивать. Приучить себя заканчивать вещи. А поэтому не замахивайтесь на семи книжья, на десяти книжья и на великие эпопеи. Напишите рассказ. Закончите его и будьте удовлетворены своей работой. И тогда у вас все получится. Также на встрече писатели обсудили разные форматы книг. Зачастую они сами озвучивают свои произведения. Но аудиокниги, тем не менее, не так пользуются спросом. По данным опроса Яндекса, больше половины российских читателей, 54% предпочитают все-таки бумажные книги. Электронные книги читают 30%, а аудиокниги предпочитают только 15%. Елена Кудаева, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.